САМАРА Тысячи самарцев встретили праздник в купеле на берегу Волги. Робот – друг человека. В Самаре построят детский технопарк. Набережная – перезагрузка. Реконструкция добралась и до ладьи. Труд облагораживает. В 10-й колонии открыли двери для тех, кому суд назначил принудительные работы. Связанная одним именем у Самары появился тезка, причем это самолет. Одна из российских авиакомпаний назвала свой борт в честь столицы 63-го региона. На фюзеляже появилась и самарская козочка вместе с гербом. Сейчас судно летает между Санкт-Петербургом и Самарой. В аэропорту Курумыч именной рейс встретила Валерия Макарова. Он был когда-то странным аэрбасом безымянным. Теперь носит гордое имя Самара. И вот впервые уже в новом статусе подлетает к аэропорту Курумыч. Работает несколько авиадвигателей, потому здесь так шумно. Только что совершил посадку, и вот он, самолет-тезка нашего города. Он носит имя Самара. На самом деле, городов, из которых названы самолеты, их не так много. Буквально можно пересесть по пальцам. Так что этот случай можно назвать уникальным. Именные самолеты уже есть у Оренбурга, Ростова-на-Дону, Мурманска и других. Имена в честь городов, конечно, не используют в переговорах с диспетчерами, но летать на таких суднах приятней, откровенничает командир экипажа Олег Шнейдмиллер. Для нас приятно прийти, подходя к самолету, увидеть герб определенного города. В данном случае это город Самара. Не обесличенный предмет, а уже как-то одушевленный. Из Самары борт улетел почти через час после посадки. И обещал вернуться. Рейсы Питер-Самара и обратно на именном судне осуществляются регулярно. К слову, это направление стало вторым по популярности у жителей Самарской области по итогам прошлого года. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Более 4 тысяч жителей региона искупались в проруби в Крещенскую ночь. По данным МЧС, обошлось без происшествий. Окунуться в прорубь в ночь на 19 января. Обычай древний христианский верующий в этот день вспоминает евангельское событие, когда крещение принял Иисус Христос. Считается, что именно на крещение вода обладает волшебными свойствами. В эту особую ночь в омут с головой не побоялась окунуться и Алина Чемерес. На крещение служба в храме Георгия Победоносца начинается с ночи. Верующие выстраиваются в очередь за святой водой. По христианским обычаям на крещение ее можно пить в любое время, а после принимать понемногу натощак. Мы вспоминаем событие, которое описано в евангельской истории и связано с присутствием Иоанна Предтечи, когда он крестил Христа в реках Иорданских. Крещение, когда человек обращается к Богу. Многие прихожане прямо со службы отправляются к Волге, чтобы исполнить главные крещенские обычаи – искупаться в проруби. Ради этого священного действия люди в мороз готовы отстоять очередь. Только русский человек может на святой праздник прийти в мороз, окунуться в прорубь, показать, что мы помним, чувствуем за собой, что в этот день крестили Иисуса Христа, что в этот день началась вся наша вера, можно так сказать. Ну и нам. Тоже мы за собой ощущаем маленечко благословление, чуть грешки приотпустили. Прежде чем жители искупаются в ледяной волжской воде, ее освящают служители церкви. Затем, организованно в порядке живой очереди, люди подходят к проруби. Несмотря на то, что на улице около 16 градусов мороза, народ лихо раздевается и окунается в реку. Александр Назаров не изменяет традициям уже 15 лет. Вот она, благодать Господня. Как себя чувствуете? Прекрасно. Первый раз хорошо, обжигающе и бодряще. Такие ощущения крутые. Это не передать словами. А вот человек, который меня первый раз позвал, всему научил, так скажем. Да, мы уже не первый раз. Ощущения спрашивают. Ощущения не передают, да. Скажите. Вот сейчас вот искупались, я стою мне тепло. Купаться в проруби – традиция давняя. На Руси младенцев окунали в ледяную воду, чтобы приучить к суровым условиям. Также воины проходили обряд инициации с помощью купания. Считается, что именно сегодня, в ночь на 19 января, вода обладает особыми свойствами. Если в нее окунуться, все плохое уйдет, останется только здоровье. У меня сегодня первый раз. Раньше я этого никогда не делала. Ребят, пожелайте удачи. О том, чтобы ничто не омрачило праздничного настроения жителей, и позаботились сотрудники МЧС. У мест для купания организовано горячее питание, установлены теплые кабины для переодевания. На чеку медики и спасатели. Всего в регионе оборудовано 8 мест, где разрешено нырять в прорубь и соблюдены все правила безопасности, в том числе в Тольятти, Новокуйбышевске и на полевом спуске в Самаре. Это место такое наиболее подготовленное, мы считаем, во всех отношениях. И глубина соответствует, и купель по всем правилам сделана. По данным МЧС, в регионе в Крещенскую ночь в проруби искупались более 4 тысяч человек. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Обращений с обморожением и переохлаждением к врачам не поступали. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. И я в гении пойду, пусть меня научат. Детский технопарк, его называют Кванториум, в Самаре откроется уже в сентябре этого года. А летом планируется начать набор учеников. Согласно замыслу, это будет самый современный центр детско-юношеского инновационного творчества на уровне мировых стандартов. О его создании сегодня говорили на проектной сессии ПФО Агентства стратегических инициатив «Открытый диалог». Предложения агентства обсуждали эксперты, представители бизнеса, высшей школы и дополнительного образования. Какие задачи возлагают на школу юных конструкторов, выяснил Олег Зверев. Вот на таких примерах советским детям объясняли, чему учат во дворцах пионеров. Техническое творчество подростков всегда было в почете. И вот в Самаре уже в 21 веке создается самый современный детский технопарк – Кванториум. Подобные центры уже работают во многих регионах страны. Сегодня этот вопрос обсуждали на окружной проектной сессии Агентства стратегических инициатив. Условия, необходимые для открытия Кванториума, выполнены. Это региональные софинансирования, хорошая научно-техническая база и сотрудничество с высокотехнологичными предприятиями. Это такой дворец пионеров будущего. То есть это работа с детьми, но с участием высоких технологий, с участием робототехники, с участием новых разработок, виртуальной реальности. Это то, что позволит профориентировать наших детей на будущие профессии. В Самаре успешно работает Центр молодежного инновационного творчества. Создана секция робототехники при университете. Открыта школа одаренных детей. В качестве бизнес-партнеров могут выступить предприятия аэрокосмического, нефтехимического, медицинского и других кластеров. Создание Кванториума одобрено на уровне высшего руководства страны. И уже летом этого года будет объявлен набор учеников в детский технопарк. Очень важно, что Кванториум мы будем создавать в двух городах. И в Самаре и в Тольятти. В Тольятти это будет на площадке технопарка «Жиглевская долина». В Самаре мы сейчас окончательно определяем площадку. И на самом деле эта идеология очень хорошо встраивается в ту работу, которую также делает регион по указанию губернатора. Он уже неоднократно говорил в послании, что нам нужна школа одаренных детей. И вы знаете, что с прошлого года такая школа у нас уже работает. И идет проектирование совершенно нового объекта, который будет построен на новой площадке. Детские технопарки в Самаре и Тольятти, согласно замыслу, будут работать на уровне самых передовых мировых стандартов. Так, чтобы пройдя эту школу, каждый юный кулибин мог стать специалистом, востребованным на любом высокотехнологичном предприятии. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События. Еще одна жемчужина на самарской земле. В мэрии обсудили проект реконструкции четвертой очереди набережной. Работы будут проводиться в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018. Как будет выглядеть одно из самых любимых мест самарцами, узнала наш корреспондент. Обновленные стелы ладья, четырехъярусный фонтан с подсветкой и велодорожки. В мэрии Самара обсуждают проект реконструкции четвертой очереди набережной. По проекту здесь переделают лестницы от ладьи, установят новую детскую и спортивную площадки, частично реконструируют здание общественного туалета и построят корпус для персонала, охраны и хозяйственно-бытовых нужд. На всех спусках установят пандусы для маломобильных гаража. Вся территория набережной будет под видеонаблюдением, то есть требования на сегодняшний день к объектам с массовым пребыванием людей. То есть у нас можно в этом плане соответствовать. Вторую и четвертую очереди набережной соединит бульвар, часть которого будет отведена под велодорожку с разворотным кольцом. В нескольких местах будут обустроены велопарковки. Для удобства пешеходов каждую террасу оборудуют скамьями, которые будут оснащены навесами для отдыха. На обновление набережной потребуется более 600 миллионов рублей. Для нас это очень важный объект, потому что он будет привлекать к себе туристов. Это одно из тех узловых мест, где будут концентрироваться туристы, приезжающие в наш город в рамках чемпионата мира 2018 года. Да и вообще набережная – излюбленное место наших гаража. И возможность реконструировать и привести ее в современный красивый вид, она, конечно, задача очень важна. После одобрения в мэрии проект отправится на согласование с губернатором Самарской области. Все работы по реконструкции четвертой очереди набережной планируют завершить к концу 2018 года. Виктория Шарая, Марина Матвейшина, Артем Сулайманов. События. Весь цвет самарской прессы в одном зале. Никаких интервью, съемок и срочных репортажей. А вместо этого – призы и подарки. Лучшие журналистов Самары наградили премии губернатора и золотым пером от Союза журналистов. Андрей Горгуленко переживал за своих коллег. Лучшие самарские журналисты в одном зале. Повод собраться весьма солидный. Пятая ежегодная церемония награждения журналистского конкурса на призы губернатора. Перед вручением наград Николай Меркушкин отметил особую роль СМИ в развитии области. Выбирать правильный вектор в итоге и двигаться в правильном направлении – это самое главное и самое важное. Поэтому я бы хотел вам всем выразить слова благодарности за совместную работу. Мы, что касается информированности людей, вовлеченности людей, по, скажем, по ряду таким базовым вещам, мы сделали значительные шаги вперед. В этом году на конкурс поступило 330 заявок. Среди номинантов – представители всех региональных СМИ, печатных, телевизионных и интернет-изданий. Победители объявили в 19 номинациях. Журналисты все работают с полной отдачей, но все-таки есть конкурс, есть победители. Суворов как-то сказал, что кто удивил, тот победил. Вот сегодня победили те, кто нас удивил в 2016 году. Что отрадно среди лучших четыре журналиста и один оператор телеканала «Самара ГИС». Лауреатами второй степени стали авторы собственных программ. Инесса Панченко в номинации укрепления семейных ценностей и Михаил Перепелкин в номинации культура. Важно думать о том деле, которым ты занимаешься, получать удовольствие от этого дела и открывать, конечно, что-то новое для себя. Ведущая программы события Инга Пеннер стала лауреатом третьей степени. Также лауреатами стали репортер Марина Матвейшина в номинации реформа ЖКХ и благоустройства и оператор Артем Сулайманов. Особенно приятно, когда замечают тех людей, которые, собственно, всегда остаются за кадром, а производят, на мой взгляд, большую часть работы, потому что именно они показывают то, как будет выглядеть в дальнейшем сюжет именно с изобразительной точки зрения. Коллектив телеканала «Самара ГИС» подтвердил свои профессиональные качества, и мы продолжим рассказать вам свежие и актуальные новости. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. Президиум облсуда рассмотрит жалобу на приговор экс-директору авиаагрегата. Ее направил Верховный суд. Напомним, в ноябре 2015 года 70-летнего Геннадия Кулакова приговорили к двум годам лишения свободы за растрату и злоупотребление должностными полномочиями. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе, и в рассмотрении касационной жалобы осужденному было отказано. Однако Верховный суд РФ согласился с доводами защиты об отсутствии в действиях Кулакова состава преступления при совершении сделок в 2008 году при продаже подсобных объектов недвижимости и передал жалобу защиты на рассмотрение Президиума Самарского областного суда. В домах тольяттинцев может появиться вода желто-зеленого цвета. Об этом предупреждают коммунальные службы. С 23 по 25 января в Комсомольском районе города будут проверять плотность тепловых сетей. Для этого специалисты используют органический краситель «Уранин». С его помощью определят незаконные врезки и другие случаи попадания отопительной воды в систему водоснабжения. Все три дня в систему теплоснабжения будут вводить краситель, который придает воде желто-зеленый цвет. Если водоснабжение в доме работает нормально, то краситель туда не попадет. Если все-таки из крана потекла зеленая вода, жителям придется срочно обращаться в свои управляющие компании. В Самаре во время проведения Мундиаля будут введены дополнительные меры безопасности. Они будут действовать два месяца с 25 мая по 25 июля 2018 года в 10 субъектах России, в том числе и в Самаре. Об этом говорится в проекте указа президента России. Так, в это время предлагают запретить перевозить туристов на всех видах транспорта, продавать оружие, в том числе холодное, а также накануне мочи алкоголь в стеклянной таре. В Самарской области произошел крупный пожар. В селе Тимофеевка Ставропольского района горел цех по окраске пластика. Площадь пожара – тысячи квадратных метров, за что происшествия присвоили повышенный ранг сложности. В тушении участвовали 133 человека, было задействовано 29 единиц техники. Привлекалась аэромобильная группа. Работы на месте ЧП продолжались более четырех часов. Ликвидацию пожара объявили в 21.23. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, возгорание началось после взрыва котла в одном из помещений. Режиссеры столицы снимет триллер в Самаре. В пятницу 20 января стартуют съемки короткометражного фильма киностудии «Три товарища» под рабочим названием «Представь, что ты машинист». Съемки займут четыре дня. Возглавит съемочный процесс известный московский режиссер и сценарист Теймурас Эсадзе. На его счету такие картины, как «Две зимы и три лета», «Время для двоих», «На всю жизнь», «Наследство». Картина расскажет о писателе, который становится персонажем собственной книги. За решеткой как дома. В Самаре одним из первых в стране открылся центр, где будут наставлять на путь истинный тех, кого суд приговорил к принудительным работам. Речь идет о людях, либо совершивших впервые преступления, либо средней степени тяжести. Государство решило отнестись к ним лояльно. Для мужчин приготовлены комфортабельные комнаты на четверых, для женщин на двоих. Есть библиотека, спортивный зал и комната отдыха. О новом эксперименте одной из первых узнала Мариана Мирная. Здание учебного корпуса было переоборудовано в помещение для тех, кого суд приговорил к принудительным работам. Помещение делится на две стороны, мужскую и женскую. И отличается оно некоторыми деталями. На женской стороне, в бытовых комнатах можно встретить стиральные машины, гладильные доски, утюг и, конечно, зеркало. Ведь даже осужденная женщина хочет выглядеть прекрасно. Таких участков всего девять по России. Они появились с 1 января по указу президента. Здесь есть все необходимое для жизни. Два крыла, мужское и женское, оснащены кроватями, душевыми кабинами, мебелью. График у осужденных весьма лояльный. Они будут обеспечены работой. В центре фактически будут только ночевать. При всей мягкости наказания в первую очередь оно рассчитано на дисциплину. Осужденные должны строго пребывать в назначенный срок. Иначе им грозит наказание. В первую очередь мы, конечно же, с ним проводим просто беседу. Беседуем, что так нельзя делать. Это нарушение. Что в дальнейшем уже будет к вам применяться более суровые методы. То есть в дальнейшем уже там выигр, строгивая, что в свою очередь влияет также на условно-досрочное освобождение, отмену всего. А в дальнейшем, если уже не понимаем человека, уже будем в штрафное помещение помещать. То есть, соответственно, там до 15 суток. То есть он уже будет изолирован полностью. Отбыв при такой мере наказания две трети срока, а это от двух до пяти лет, человек может взять отпуск или даже вовсе покинуть стены центра и снять квартиру в отведенном районе. Но отмечаться каждую неделю. Пока в центре нет ни одного жильца. Тем временем для них готовы спортивные актовые залы, комната отдыха, столовая и даже футбольное поле. Если забыть о контроле со стороны ведомства, место напоминает пионерский лагерь. Хотя выгода для государства от такой формы наказания бесспорно есть. У нас штат вообще минимальный. Нет охраны, нет сотрудников ВТСО. Но многих служб отсутствует. То есть не надо тратить дополнительные деньги. Опять же питание. Если он желает сам питаться, опять же одежда. Если он захочет, он одевается, то государство на то, чтобы его одевать, деньги не тратит. Но кроме того, что он работает, он еще уже отчисляет деньги государству. Принудительные работы – это эксперимент. В Самаре пока корпус рассчитан на 35 человек. Если осужденных будет больше, разместят и их. В ГУФСИ не прогнозируют. Если система будет успешной, подобные центры появятся в каждом регионе. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. Жители Самарской области стали чаще брать ипотеку. Сколько банки выдали кредитов с начала года, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня немного прибавила в цене. За один баррель марки Brent дает 54 доллара 30 центов. Валюта тоже подорожала. Курс на 20 января. Доллар 59 рублей 35 копеек, евро 63 рубля 18 копеек. Золото стоит 2307 рублей, серебро 32 рубля 35 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 61 рубль 16 копеек, дороже всего продать за 58 рублей 4 копейки. Россия попала в список самых интересных мировых турнаправлений. Среди причин приехать в нашу страну международные обозреватели называют культурное наследие, великолепную природу и этническое разнообразие. Минздрав предложил ограничить рекламу фастфуда. Депутаты Госдумы вышли с инициативой сажать пассажиров, которые устраивают дебоши в самолетах или поездах на 10 лет. А жители Самарской области стали чаще брать ипотеку. С начала 2017 года банки уже выдали больше 19 тысяч кредитов. На этом все. Удачи в делах. Сначала они приносили радость детям, а теперь принесут пользу их родителям. Хвойные красавицы, украшавшие самарские квартиры, перерабатывают в опилки, которые станут отличным удобрением для почв. Такая практика в городе существует уже четвертый год. Андрея Горгуленко, было сверху видно все. Какой-то определенной традиции, когда выкидывать елку из своего дома, нет. Кто-то сохраняет новогоднее настроение в домах до Рождества или Старого Нового года. Те, у кого день рождения в январе, обычно сохраняют красавицу до своего праздника. Но в какой бы день елка не покинула ваш дом, у нее одна дорога. Елка-дробилка за минуту может превратить в щепки до 60 веток. А эту огромную гору, собранную по всему городу, поможет обработать за пару суток. Только успевай подкидывать. Работа не тяжелая. Легче, чем колоть лед, признаются дворники. Трудности возникают только с хвойными, окутанными полиэтиленом. При работе, да, нужно упаковку снять. А потом уже начинать разрабатывать. Вы обратили внимание, что рабочие, они сначала немножко измельчают эту елку, потому что этот аппарат целиком ее не проглатывает. Там тоже рассчитан на определенные диаметры. Но, тем не менее, чуть помельче они сделали, и все уже начинает работать. Толстые стволы убирают в сторону. Они потом пойдут на дрова. А вот тонкие вместе с веточками превращаются в прекрасное удобрение для почвы и натуральные подстилки для зоопарков. Чтобы получить свою порцию опилок, причем бесплатно, нужно обратиться к своей управляющей компании. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Второй мамой часто называют классного руководителя в школе. Это особый учитель в жизни ребенка. В Самаре завершился областной конкурс. Классный руководитель 2016. Победители объявлены в трех номинациях. Учитель младших классов, руководитель среднего звена и учитель старших классов. С участниками познакомилась Марина Матвейшина. Звездные выпуски. Так называют учеников Елены Смирновой. Она работает учителем начальной школы более 30 лет. И почти половина класса, а иногда и больше, выпускается с медалями. Елена Петрова научит детей не бояться быть успешными, пробовать себя в конкурсах и олимпиадах. И к каждому ребенку находит индивидуальный подход. В каждом ребенке таится, кроется какая-то своя искорка, свой талант. И его нужно раскрыть, как говорил Сухомлинский, взлелеять. И вот тогда мы узнаем, может быть, вырастим какого-то гения. В Самаре подвели итоги областного конкурса «Классный руководитель-2016». В этом году в нем участвовали более 400 человек. Педагоги представили на суд жюри свои методики работы с учениками. В финал вышли 46 классных руководителей. У таких педагогов обязательно есть изюминка. То есть это основное направление, но плюс к тому сама организация. Ну, предположим, придумывает, например, через театр всю работу проводить. Или это именно через спорт, занятия, здоровый образ жизни. Победители конкурса «Классный руководитель» получают право участвовать во всероссийском конкурсе «Воспитать человека». Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, События. Только что в Иркутске баскетболисты клуба «Самара» закончили одну из самых сложных и важных игр этого сезона. Интрига держалась до последних секунд. Удалось ли самарцам взять реванш за прошлое поражение, расскажет Валерия Макарова. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова. И я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Кто успел, у того и места лучше. Завершилась продажа билетов путем жеребьевки на все матчи Кубка Конфедерации ФИФА. Хоккейный клуб «Ладо» уступил в третьем матче подряд. Одна из сложнейших игр Суперлиги с сибирским баскетболистом не удалось вновь обыграть самарцев. Сегодня завершилась продажа билетов путем жеребьевки на все матчи Кубка Конфедерации ФИФА. Это традиционный турнир, проводимый за год до чемпионата мира. Матчи пройдут в четырех российских городах Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Для болельщиков продажи путем жеребьевки это лучшая возможность приобрести билеты на самые популярные матчи. Дальше продавать их будут в порядке живой очереди. Тольяттинская «Лада» сыграла в Подольске против местного «Витязя». В первом периоде хоккеисты из «Тольятти» совершили лишь один бросок в створ ворот хозяев. Те, в свою очередь, нанесли 13 ударов. Во втором периоде неожиданно случилась драка, и это как будто разбудило команды. Сразу возросли скорости. Тогда же первый гол «Лады» забил Георгий Белоусов. Хозяева быстро сравняли счет, а в последние 10 минут матча «Витязь» забросил еще три безответные шайбы ворота «Лады». 4-1. Баскетболисты клуба «Самара» взяли реванш у сибирского «Иркута» за поражение в первом круге. Игра проходила напряженно. Три четверти заканчивались с незначительным разрывом в счете. Больше всего пришлось понервничать болельщикам самарского клуба в концовке. За три минуты до финального свистка «Иркут» повел в счете благодаря точным дальним броскам. Однако самарцы справились с волнением и вернули преимущество 70-66. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова